всем доброго дня а кому-то и вечера в общем сегодня я расскажу как делать постпроцесс и в основном пиксельные для того чтобы имитировать так скажем старые игры это playstation 1 там playstation 2 возможно кому-то это понадобится давайте приступим во первых нам необходим материал создадим материал с именем постпроцесс материал и давайте напишем пиксель далее мы должны закинуть постпроцесс на наш уровень если он у вас есть вы можете уже на готовом вставить у меня его не было и естественно мне надо закидывать далее в поиске здесь вы пишете материал и вам необходимо в постпроцесс материал добавить элемент рей и добавить asset reference данном случае мы должны выставить наш материал ну и единицы это полное значение так скажем применение нашего постпроцесса ну и для того чтобы вне куба тоже работало все мы естественно должны включить unbound то есть без границ по сути включаем то есть теперь не только в кубике работает но и снаружи тоже будет работать а сейчас мы заходим материал и составим быстренько потому что составлять это не особо сложно здесь немного нод выделяем наш материал и материал domain выставляем постпроцесс далее находим нода screen позиция ну и также нам необходимо screen resolution то есть мы должны определить вообще наши размеры и окна и позиции так скажем далее мы должны это будем умножить мультиплай и здесь screen resolution нам необходимо сделать деление да то есть divide на какое-то количество сейчас здесь мы пропишем параметр можем нажать клавишу s и тыкнуть по экрану и у нас сразу появится параметр давайте его назовем скейл скейл пиксель выставим значение чтобы мы сразу могли видеть но пусть будет 6 в данном случае мне хватит я думаю делает мы подаем мультиплай если мы сделаем показ но естественно мы ничего не увидим потому что здесь еще необходимо будет дальнейшем логика теперь мы вот это все должны разделить на ячейки на то есть по сути кубики пиксели для этого есть но до сел ячейка и эту ячейку мы сделаем умножение мультиплай на необходимое значение но смотрите если у нас резолюция примерно равна 50 далее мы делим ее на значение скейл да то есть 50 разделить образом вот на этот 6 у нас получится там значение сколько делить на 6 это у нас 8 и 3 далее мы эти 50 50 это я представляю просто да на самом деле это у вас разрешение вашего экрана представим что кубик вашего экрана составляет 50 пикселей на самом деле нет но это для простоты подсчета далее мы умножаем 50 на вот это значение да то есть 50 на 83 у нас вот здесь уже получается 416 далее мы это 416 делим на ячейки и мы должны умножить на то значение чтобы у нас в конце все таки получилось так же 50 а для этого нам нужна нода divide и чтобы все то же самое получилось нам нужно полученное вот это значение то есть единицу разделить на вот это значение да то есть единица на делить на 88 33 да то есть так далее да и вот второй калькулятор откроем и у нас получается 012 то есть сейчас мы по сути умножаем 416 на 12 давайте вот это выделим умножим на 0,12 ну представим тысячных или там десятитысячных неважно и получаем 50 то есть что мы брали здесь 50 то и мы получаем здесь в конце 50 вот с помощью вот этой с одной стороны не сложной математики но иногда она ломает голову ну и теперь чтобы мы могли все таки подать уже на постпроцесс нам необходим сцен сцен чекшер и здесь естественно выделяем наш постпроцесс данный случай у нас 0 постпроцесс и значение cover мы подаем вымесив сейчас естественно у нас показывается немножечко ерунда но потому что мы во первых не применили и возможно надо здесь и не покажется к сожалению но переключаясь на основной экран у нас уже есть пиксели и как вы видите пиксели по сути пиксели увеличивается то значение которым мы прописываем давайте чтобы изменять эти значения создадим create material instance то есть и material instance мы должны подать наш постпроцесс то место где мы ставили материал чтобы заменить и чтобы изменять вот так вот делаем и теперь мы выставляем необходимое значение то есть если вам принципе достаточно такие пиксели давайте запустим посмотрим вот наш персонажик вот у него вот такая вот ps2 версия кубиками я думаю в некоторых играх это прям офигенно зайдет но теперь мы можем поменять допустим на 128 естественно у нас кубики увеличится неизвестное количество размеров здесь мы можем делать ограничения примерно да ну там я не знаю 12 нормально 12 уже слишком размыто это уже прям 93 год наверное получается как раз такие пиксели там скорее всего и были но теперь представим что 6 это у нас максимальная и мы можем допустим умножить на 4 то есть наши пиксели умножается на 4 раза и уже офигенно выглядит а чтобы сделать ограничение прям конкретное ограничение чтобы не увеличивать необходимые значения до скейл пиксель у нас есть слайдер мин и слайдер макс естественно прописан минимальное значение единицы максимальное значение я представим что выставлю 6 то есть максимальное значение 6 ну а дефолтное значение пусть будет 4 как я и сейчас только что выставил все то есть мы будем крутить наш постпроцесс инстанс да и мы не сможем убрать больше 6 ну как минимум пока не напишем сами определенное значение ну а так то есть обычным паузунком мы выставим 6 максимально надеюсь это видео вам было полезно до скорой встречи всем пока